Атмосфера загадочности и предвкушения с первых минут вовлекает всех присутствующих в перипетии происходящего на сцене, заставляя стать неотъемлемой частью спектакля. Невольно задумываешься, кто тут единственный зритель, для которого разыгрывается этот театр. Актёр, вглядывающийся в зал, или тот, кто наблюдает все действия из зала. Недаром жанр спектакля был определён как авантюрный детектив. Ведь именно зрителю предстоит решить, кто станет жертвой в этой феерически запутанной истории с участием загадочной гастрольной труппы, прибывшей в город Н. Безусловно, есть над чем поразмышлять. Тем более, что такую возможность даёт и сам режиссёр. Ну, вот как поняли, так и правильно. Потому что, конечно, тут мог бы выйти другой расклад, но это был бы другой спектакль. Для Тимофея Ильевского это первая постановка с момента вступления в должность главного режиссёра Брестского академического театра драмы. В кратчайшие сроки, а точнее за один месяц, была выстроена и отрепетирована пьеса, играть в которой, по мнению самих актёров, было сплошное удовольствие. Большое, особенно когда удаётся зрителя обмануть. Вообще у нас детектива не было, я не знаю, лет, наверное, 30 в театре, может даже больше. Это такая вот реанимация детективного жанра на нашей сцене. Всем любителям хорошего детектива просто необходимо найти время в своём плотном графике и посетить театр, чтобы насладиться интригующим сюжетом и великолепной игрой актёров. Продолжение следует...